Новый сезон клубов женской суперлиги уже совсем близко, а первым соревнованием станет новый, необычный и очень непростой турнир. Всероссийская спартакиада сильнейший. 39 видов спорта, которые пройдут с 10 августа по 2 октября. Но внимание любителей спорта будет приковано именно к волейбольному турниру. Ой, я, наверное, 4 спартакиада выиграла с Челябинской области, да, по детям, потому что у нас сильная школа, молодежная в Челябинске, и с Суховой Людмилой Владимировной ездили в Челябинске, командой детской, и выигрывали все. Да, здесь не будет привычных клубов «Динамо Акбарс», «Локомотива» или «Уралочки». Вместо них сыграют регионы, поэтому не удивляйтесь, когда вы увидите команды спорной республики Татарстан, Калининградской или Свердловской областей. К тому же состав этих коллективов будет целиком и полностью из игроков клубов женской суперлиги. Я думаю, все равно турнир новый, турнир непредсказуемый, и я думаю, будет все равно много удивительных моментов, которые покажут все команды. Восемь команд проведут по семь игр на групповом этапе, причем сделают это в ультражатые сроки за девять дней. А для участников медальных матчей предстоит восемь встреч за одиннадцать дней. Для команд этот турнир станет первым на старте нового сезона, а такая серьезная нагрузка будет настоящей проверкой. Это хорошее соревнование, это действительно другой контекст проведения турнира. Это очень непросто, я могу сказать, сыграть семь игр в группах, но это достаточно много. Мне кажется, это и плюс, потому что есть дополнительный кусочек игровой практики перед сезоном, когда обычно команды искали просто товарищеских соперников, товарищеские игры, а сейчас есть прям полноценный турнир. Это может быть и дополнительная нагрузка, но в то же время, когда у тебя нет еврокубков, это может быть и плюсом, только в конце ты узнаешь, как это отразилось. Нельзя не отметить, что в спартакиаде сильнейших команды сыграют без своих легионеров. А это значит, что свой шанс получат совсем молодые и юные волейболистки. Без ротации в таком непростом графике никак не обойтись. Я знаю, что, к примеру, в баскетболе, в Кубке России эта практика распространена, то есть играют как раз команды только русскими игроками. Поэтому, я думаю, это тоже не какая-то новая практика, и есть возможность больше игрового опыта получить на тех позициях, которые занимали легионерки. Поэтому, я думаю, это нормальное развитие событий. И, я думаю, все равно все хотят показать свой максимум, тем более огромное количество молодых игроков в лиге. Поэтому, я думаю, они тоже хотят заявить о себе и показать себя на всю страну. Подготовку к новому сезону «Казанская Динамо Акбарс», а вместе с ним и женская сборная Республики Татарстан, начала в начале июля. За полтора месяца работы тренерский штаб успел ударно поработать над физикой, заложив фундамент на новый сезон. Все было тяжеловато, но мы справились. Прошли сейчас, конечно, в отличной форме. Что сказать? В принципе, готовы ехать. Прямо уже все смотрим наших мужчин. Радуемся за их победы и очень хотим играть. Так что едем с отличным настроением и с отличной физухой. Скажем так, что подготовки, конечно, мы прошли достаточно для того, чтобы более-менее уже с мячом общаться. Ну, средний, я думаю, что средний, да. Функционал, физическая форма уже более-менее входит в те пределы, которые должны быть. Но по поводу работы с мячом, конечно, еще много пациентов сделать. В том числе и через официальные матчи. Напомним, что состав казанской команды претерпел серьезные изменения. Ведь команду покинули Ветрова, Брисио, Фабрис, Кадочкина, Спирскайте и Подкопаев. На их место пришли новички. Ануфриенко, Симоненко, Суворова, Баяндина и Татьяна Ежак. Которая, правда, взяла паузу по личным причинам и летом точно не сможет помочь команде. Мы сможем как раз-таки, наверное, рассмотреть перспективы наших молодых игроков. Но исключая то же самое, опять же, у нас большой приход новых девочек. Да, поэтому взаимодействие между, опять же, взаимодействием в атаке, взаимодействием в контратаке. Все-таки, наверное, более-менее мы к этому готовы. Понятно, хотелось бы, чтобы и скамейка более длинная там была. Но, тем не менее, у нас есть черный человек, на который мы будем опираться. Например, этого достаточно, я считаю. Девочки устанут, это однозначно. Но все в равных условиях находятся, да. Поэтому будем надеяться, что, во-первых, мы и выдержим, во-вторых, что те цели, которые мы себе поставили, постараемся добиваться. Среди соперников семь сильнейших клубов Суперлиги прошлого сезона под брендами регионов, за которые они выступают. А также команда федеральной территории «Сириус», за которую сыграют волейболистки, выступающие за границей. А также игроки, не попавшие в состав семи сильнейших сборных. А главное, что руководить командой будет новый тренер национальной женской сборной России Зоран Терзич. Калининград готовится хорошо, Москва готовится, Уралочка. Я думаю, Уралочка всегда после горы Белой приезжает в какой-то дичайшей форме как раз там. Я думаю, тоже вот «Сириус» будет неожиданностью для всех и для самих себя тоже. Интересно посмотреть, кто в какой форме уже во время игры. Матчи «Спартакиады» стартуют 17 августа в Туле, где сыграют хозяйки, а также команды Саратовской, Свердловской областей и сборная Республики Татарстан. Вторая четверка начнет «Спартакиаду» в Калининграде, где сыграют хозяйки площадки и команды Москвы, Санкт-Петербурга и федеральной территории «Сириус». После чего соперники переедут в Москву и Одинцово, где завершат групповой этап. Финальная встреча и матч за бронзу «Спартакиады» состоится в Москве 27 августа. Ну, Казань всегда ставит высокие задачи. То есть тоже на том собрании, которое было прям совсем-совсем перед сборами, то есть объявлялось о том, что турнир не проходной. То есть максимальные задачи хотелось бы выполнить. Увидимся, увидимся скоро вообще на всех каналах Матч ТВ. Пока!